Владимир Кочетков Владимир Кочетков, известный путешественник, педагог, член Союза журналистов и Союза писателей России, член Русского географического общества. Сегодня Владимир Кочетков у нас в гостях. Он расскажет о своих путешествиях и о своих книгах. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Кочетков. Я из поселка Сурское Ульянской области. В Союзе писателей состою уже порядка, наверное, десяти лет. За это время достаточно немало написано. Вот. О себе рассказывать я не знаю, что я бы мог о себе рассказать такого интересного. Ну, работал всю жизнь. Я работаю учителем, работаю журналистом в журнале «Физкультура и спорт». За плечами кругосветное путешествие, скажем, на велосипеде. То есть пройдено поэтапно, но зато по всем материкам Земли. То есть мне пришлось побывать и в Европе, и в Азии, и в Африке, и в обеих Америках, и в Австралии. Вот. Пришлось купаться во всех океанах Земли. То есть, знаете, вот в детстве была такая мечта побывать в некоторых местах нашей планеты. У меня записано-то этого не было, наверное, но в голове всегда вот этот список из тех мест, которые мне хотелось посетить. Вот. Я его сократил, правда, очень сильно. Сначала там много это было у меня, там, где-то вот сюда бы мне съездить, вот сюда попасть. Потом я это все сократил, и у меня в итоге оказалось там 10 таких мест, куда хотелось бы попасть. Вот. Ну, и в итоге из этих 10, 9, в 9 местах я побывал. Остался в Новой Зеландии, не знаю, как с ней там, что произойдет, может быть, в какое-то ближайшее, может быть, не очень ближайшее время. Доведется побывать и там. Вот. Семья моя очень простая. То есть, родители, мама, учителем работал всю жизнь, она иностранный язык преподавала английский. Вот. Отец был военным, а потом, после окончания службы, также проработал в школе, по-моему, лет 25. Вот. У меня есть брат младший, Сергей. Ну, я думаю, что вот кто-то его знает, потому что он автор-исполнитель, он поэт, вот его знают как автор-исполнителя. Вообще, это очень хороший парень. Вот. Мы с ним очень крепко дружим. Это один из моих лучших друзей. Вот. И всю жизнь, вот как-то у нас эта дружба, вот мы ее пронесли через всю жизнь, так сказать. Нет, что мы пронесли. Вот эта дружба, она как-то вот осталась. И я очень рад, что у меня есть вот такой человек. Вот. Ну, у меня еще двое детей, два парня классных, с которыми также мы очень крепко дружим. Жена замечательная, которые помогают мне. Если бы не семья, наверное, не было бы ничего того, что вот получилось, получается в жизни. Скажем, наверняка я бы не поехал куда-то там за 3-9 земель искать счастье, так сказать. Если бы не было такой хорошей семьи, не было того, что вот с детства меня как-то приучили читать. Кстати, огромное значение в этом, огромное значение, огромную роль сыграла моя бабушка. Вот, она у меня тоже учителем была, вот, начальных классов. Вот, как-то так получилось, что именно вот она в большей степени показала мне, ну, будем так говорить, то, что показала то, что книжки могут быть очень интересные. Как-то так получилось, что я, несмотря на то, что в юности закончил лесной техникум, то, что мечтал вообще о природе, хотел как-то в природе работать. Ну, вот, как-то так получилось. Но я так думаю, что сыграли гены, свою роль я также закончил педагогический институт. Вот, географический факультет и спортфак. То есть у меня вот два факультета, и всю свою жизнь я работал с детьми. Преподавал географию, преподавал физкультуру. Вот, в один прекрасный момент мне захотелось это все соединить. Ну, и вот получилось так, что мы начали изучать географию с ними, так сказать, образно, если сказать, ногами. Вот, я сначала сел на велосипед и поехал. Оказалось, это интересно, и можно разные места посмотреть. Вот, потом попытался учеников посадить на велосипеды, и в итоге получилось так, что больше 600 человек, вот, за то время, пока я работал в школе, со мной побывали в путешествиях, причем в самых разных местах, вплоть до Америки, Европы, Урала, Черного моря, там, и так далее. Первый свой рассказ я написал лет 20 назад, это вот начало путешествий. Написал я его для журнала «Физкультура и спорт». Получилось так, что я познакомился там с замечательным человеком, слышал я об этом человеке с детства, это Владимир Сергеевич Перебраженский. У него псевдоним был такой известный доктор Физ, он работал в журнале несколько десятилетий, в журнале «Физкультура и спорт». У него на его счету порядка 20 плюс книг, вот, причем самых разных, в том числе и как записки натуралиста, то есть он прекраснейшим был писателем, невероятно прекрасным писателем. И вот мы с ним, я о нем слышал, читал его вещи, еще будучи там подростком. Прямо мне было там 14 лет. Первый раз вот я журнал «Физкультура и спорт» открыл, начал смотреть, читать, читать, и вдруг попал на материал Владимира Сергеевича Перебраженского, и вот сразу моментально он мне понравился. И я для себя тогда думаю, ну вот когда-то я с этим человеком увижусь, потому что я с ним не только увиделся, но и очень крепко мы подружились, и дружили почти 20 лет, вплоть до его смерти. Вот, он стал моим первым учителем литературным. Он мне передавал секреты, Владимир Сергеевич, он настолько интересным человеком был, он очень щедро делился всеми своими знаниями. Будь то там физическая культура, он сам мастер спорта, он чемпион страны по горным лыжам пятикратный. Вот, и он очень-очень-очень щедро делился своим опытом, очень щедро. То есть я таких вот людей, которые бы щедро делились опытом, ну, встречал нечасто. То есть вот благодаря ему там что-то, значит, мое становление, так сказать, как человека пишущего происходило. Еще один человек, который помогал мне, помог мне, это журналист Шевелев Борис Борисович. Он вот из нашего поселка, но он закончил Ленинградский литературный институт, Ленинградский, что ли, Московский литературный. В общем, он закончил, Борис Борисович закончил литературный институт, был профессиональным журналистом, и когда мне захотелось услышать какую-то аннотацию к написанному, я понес вот то, что написал ему. Борис Борисович почитал, ну, я так понимаю, что он почитал внимательно пару страниц, вот, и написал мне, значит, как это называется, отзыв, не отзыв, рекомендации на трех страницах, вот. И я-то ожидал того, что он будет меня хвалить, как все остальные, а он пришел, и он, значит, там, мне очень корректно сказал, что для того, чтобы превратиться в человека, который будет писать достойно, нужно потрудиться. Вот. И вот у него там были какие-то рекомендации на трех страницах. Я скажу, что последнюю страницу я разгадал буквально, ну, может быть, то есть вот эту страницу он мне написал лет, наверное, 20-15 назад, и последнюю я разгадал, ну, может быть, 3-4 года назад полностью, вот. Мы с ним договорились, что я поработаю над текстом, через две недели мы должны были встретиться, вот, для того, чтобы идти дальше. Но, к великому сожалению, к величайшему моему сожалению, через две недели, ровно через две недели он умер, вот. И вот остались вот эти три страницы. Понятно, что первые мои книги, они были, ну, вроде бы, как итогом именно путешествия. Ну, вот, например, первая книжка, которая вышла, эта книжка «На край земли». Ну, понятно, что она, в общем-то, достаточно, ну, я ее не назову профессиональной книгой, вот, но она искренняя книжка, то есть здесь я искренне писал, как мне казалось, неплохо, как тогда казалось. Сейчас бы я, конечно, все это переделал, вот, но переделывать, естественно, не буду, потому что, ну, пусть останется, как останется, пусть останется, как была. А вот, по крайней мере, эта книга, это вот первая книга, которая была мной написана и была издана. Здесь, эта книга, здесь вот есть и рисунки, причем над рисунками мы тоже работали с художником Медведевым, Андреем, очень хороший художник, мне он очень понравился, хорошие тут рисунки, вот, и я думаю, что, в принципе, в принципе, да, это вот первый мой опыт, он вот здесь, в этой книге, вот в этой книге, вот, книга «На край земли». Далее, естественно, последовали еще какие-то книжки, ну, вот, скажем, опять же, о путешествиях, книга «Когда оживают легенды». Из книги Владимира Кочеткова «Когда оживают легенды». На велосипеде по Америке я накрутил более 20 тысяч километров, побывал в гостях у современных ковбоев, участвовал с индейцами Апачи, Лакота и Наваха в тайных и священных церемониях. Пересек страну каньонов и больших кактусов, спускался в самую глубокую впадину на североамериканском континенте – долину смерти, где даже в феврале температура воздуха выше 30 градусов. Пересек долину памятников, где, изрезанные временем, ветром и водой, стоят посреди пустыни скалы-останцы, будто красные крепости, встающие на пути у времени. Я ходил между гигантских секвой, сохранившихся в Сьерра-Неваде, на юго-западе материка, подобно Гулливеру, попавшему в страну великанов. Посегунда, задирая голову вверх, пытаясь разглядеть в высоте макушки деревьев-гигантов. Казалось, вот-вот появятся таких же размеров люди, и тут же оживет старая сказка. Старинная дорога вывела меня к форту Рос, который был когда-то воздвигнут русскими землепроходцами на севере Калифорнии. Часа два я переходил из башни в башню, от пушки к пушке, и вдруг случайно набрел на находящееся далеко от стен форта старинное кладбище, существующее со времен первых переселенцев. И здесь, под его православными крестами, я, в общем-то неверующий, ощутил себя до самых костей русским человеком. И дождь, который все лил и лил, смывал с лица слезы, появившиеся неизвестно откуда, но которых я почему-то не стыдился. Как это все происходило, я попытался отобразить в этом очерке, хотя все, что здесь написано, не более, чем выписки из путевого дневника. Следующая книга, которая вышла, это урок географии. Ну, то, что название, может быть, мне говорят уже сейчас, что название не очень удачное. Урок географии, ну что там, урок, школа. Но на самом деле, здесь немножко символичное название, урок географии. Это не прямой такой урок географии, а это название, но это скорее условный урок, потому что здесь я говорю немножко о путешествиях, я здесь говорю немножко о школе, о школьных годах. Ну почему? Потому что мы все вышли из детства. Как мы в детстве себя воспринимали, так мы воспринимаем себя и сейчас. В детстве закладывается многое-многое из того, что ожидает нас в жизни. Ну и понятно, что какие-то лидерские качества или какие-то качества, может быть, там, человеческие, доброта, там, элементарная любовь, там, умение любить, умение уважать, умение мечтать, фантазировать, все это вот из детства. Если человек лишается каких-то вот таких составных частей, убирает их, как ненужные, может быть, ну, себя обедняет, я так думаю. Вот надо всегда, постоянно, в детство возвращаться, я так думаю, что всегда. По крайней мере, я так делаю. Когда я общаюсь с учениками, я чувствую себя, ну, пусть не 16-летним мальчишкой, но, может быть, чуть старше, может быть, чуть старше, а, может быть, и вот их же возраста, но просто имеющего какой-то опыт. Потому что я понимаю, что, ну, не сильно мы меняемся. Это мы за масками всякими там прячем то, что, кем мы являемся на самом деле, вот кем мы были в детстве. Потому что, ну, так оно, наверное... Ну, это мое такое мнение, это мое, только мое мнение, естественно. Ну, вот в этой книге я и рассказываю немножко о путешествиях, немножко там, значит, о каких-то приключениях, которые пришлось пережить мне, моим друзьям, может быть, где-то я, может быть, что-то услышал, что-то увидел. Вот. И вот в этой книге, значит, эти рассказы есть. Вот. Напечатаны были. Далее. Понятно, что... Вот я уже говорил о том, что «Звезды над Буэнос-Айросом» – это такая фантастическая повесть, но с историческим таким неким уклоном. А вот в сборнике «Золотое зеркало» есть мой рассказ. Это рассказ исторический. Рассказ называется «Пересвет». «Пересвет» – это рассказ, который прихватывает, ну, Куликовскую битву. Вот. Вернее, скажем так, финальную часть жизни «Пересвета». Ну, и понятно, что никаких документов не сохранилось. Я, когда писал этот рассказ, пытался поднять все документы, какие дошли до нашего времени. Ну, понятно, что не в оригинале, а из того, что вот напечатано. Из того, что напечатано. Но я понял, что многие историки говорят о том, что о Куликовской битве фактически ничего не известно. Вот. Но упоминается несколько имен, в том числе и имя Пересвета и Аслябии, то есть двух монахов, которые приняли участие в Куликовской битве. Я опирался лишь на, в основном, на официальную версию. Вот. И вот в этом рассказе, рассказе, который называется «Пересвет», вот бывший воин, который провел несколько лет в монастыре в качестве монаха, который принял схему. Ну, понятно, что схему принимают не просто так. Я слышал о том, что он когда-то был боярского рода. Я слышал о том, что он участвовал в каких-то междоусобных войнах, наверняка потерял своих родных. Ну, и понятно, что, ну, поставив себя на его место, я понимаю, что, ну, даже самая суровая схема, она не решит никаких проблем, которые вот есть в душе человека. И когда встал вопрос, вот в данном случае, вот как выйти там на поединок, понятно, что «Пересвет» сделал выбор. То есть это рассказ о том, как человек делает выбор. Не обязательно же выбор между жизнью и смертью. Вообще, человек делает выбор каждый день. Вот, фактически, это может быть какой-то, ну, может быть, не мощный по значимости выбор. Вот. Может быть, это какой-то, я не знаю, там, да, вот как шаг сделать влево-вправо. Это тоже выбор. Ну, а здесь вот, когда речь идет о жизни и смерти, вот он, человек выбрал, что да, вот он способен вот сейчас поднять дух, так сказать, войска, и вот он может это сделать. И вот «Пересвет» выходит на бой, и вот рассказ именно об этом. Есть у меня книга экривическая, исключительно экривическая, вот такая. Она называется «Дом у Никольской горы». Значит, она очень небольшого такого объема, с многочисленнейшими фотографиями о Промзино-Сурской, вот, о нашем сурском районе, вот, где я родился, прожил достаточно большой кусок жизни. И книга вот так и называется «Дом у Никольской горы». Потому что вот «Никольская гора» – это такой символ нашего поселка в области. Все знают, что в поселке, поселок Сурская близ этой горы находится, вот. Ну, и название вот оно такое, вот «Дом у Никольской». Это краеведческий материал, его, это краеведческий материал, собирал, ну, в течение, может быть, лет 25, может быть, больше, вот. И вот результатом стала книга. Я говорю, тут очень много различных фотографий, но из-за текста я ручаюсь, то есть текст здесь тоже очень интересный, на мой взгляд. Вот. Далее. Мне пришлось посотрудничать с журналом, который носит название «Юный натуралист». То есть в детстве я выписывал этот журнал постоянно. Я знаю, что многие его выписывали, это журнал о животных, растениях и так далее. Вот. И, ну, вот открою страшную тайну, мне всегда хотелось все-таки сюда что-то написать. Вот. Но написать такое, за что бы было не стыдно. Но на мою, на мою удачу, на мое счастье, так сказать, редакция журнала, а журнал находится, редакция журнала находится в Москве, они посчитали некоторые мои работы очень достойными. И вот на протяжении, наверное, двух лет вот в этом журнале печатались мои работы. Как раз связанные с, ну, как-то там с природой, с животным миром, с растительным миром. Немножко там было и путешествий. Но вот путешествия – это путешествиями. Ну, вот, скажем, о больших деревьях, о сиквоях я здесь писал, и о большом каньоне, о крае земли. Вот. Ну, потому что всегда хотелось дойти до края земли. Очень интересно же. Вот. Ну, как вот об этом не написать? В Австралии, это уже достаточно давно, в Австралии ехал по южному побережью материка. И вот дорога, она вывела прямо-таки к берегу. Это вот, если представить себе Австралию, Австралию себе представить, вот на юге, четко на юге, на одинаковом расстоянии от двух городов, от Перта и Сидния, которые находятся на разных побережьях, на западном и восточном, вот, ровно посерединке, вот дорога выходит к берегу океана. Когда на уроках, мне приходилось говорить о том, что корабли Тасмана, скажем, они не могли подойти к берегу, высадиться не могли. Я так и говорил детям, но всегда опасался вопроса, почему. Они вот меня сейчас зададут вопрос, почему там они не могли высадиться. И мне пришлось бы там что-то придумывать. А вот. И мне всегда хотелось самому узнать, ну, почему же они не могли высадиться, ну, как же так. И когда дорога вывела меня сюда, к краю, вернее, как раз к побережью, я понял, что такое край Земли. Можно себе представить. Вот у меня сейчас мурашки бегут. Я рассказываю, а у меня бегут мурашки. Всякий раз, когда я это вспоминаю, вот, я прям, ну, что ты выжидел? Если бы не было предупредительного аншлага, не было предупредительного знака, я бы, наверное, свалился бы вниз в океан. Вот. Почему? Потому что вот идешь, и Земля прям обрывается. Вот. Вот обрывается, и видишь этот обрыв, буквально вот за два метра, наверное, до того, как это дело произойдет. Дело в том, что берег, южный берег Австралии, очень высокий. 150 метров высоты. 150 метров высоты. Вот. И было такое впечатление, как будто бы вот кусок земли взяли, вот так оторвали, и куда-то забросили, далеко-далеко, и образовалась там, эта самая, Антарктида. Вот. И обрывается он круто, круто, прям вот ответственная стена. И вот я подошел к этому краю, значит, влево, насколько глаз хватает, вправо, насколько глаз хватает, вот этот вот берег, 150 метровый, в который бьют волны, вот. Волны, мы, ты же говоришь, волны, волны, все там были на Черном море, там, да, вот они накатывают. Океанские волны, они отличаются. Я все время в школе говорю, почему океанские волны отличаются? Вот если есть человек, который ездил из Сурского в Ульяновск, вот ехал по дороге, ты же едешь по дороге, машина идет то вниз, то вверх, на холмы поднимается, то он с холмов спускается. Вот это как океанские волны. Вот они высоту имеют метров 10-15, а длину метров 300-400. Вот. И вот эти волны, они идут вот так друг за другом. И вот они накатывают на берег, вот они идут, они никуда не спешат. И эти волны, они не, это не шторм какой-то, это просто вот дышит океан. Это его дыхание. Вот эти вот волны, гигантские, вот они идут, двигаются к этому берегу. Вот. Но ввиду того, что каждая такая волна, ну, 300-400 метровая, она несет с собой огромное количество воды, грохот стоит невообразимо. Я там пытался что-то говорить, но я не слышал собственного голоса от этого грохота, несмотря на то, что волны били где-то там в 150 метрах внизу. Вот. И я понял, что да, вот мечты края Земли, вот она, вот он край Земли, действительно настоящий край Земли, вот он такой. Наверное, ну, как-то по-другому здесь и не придумаешь. И вот я стоял там 2 часа, я в себя пришел через 2 часа. Вот я посмотрел на часы, я стою здесь 2 часа, и вот я смотрю, я настолько был поражен. Ну, как же вот об этом не написать? Конечно, надо написать. Я прочту рассказ. Это короткий рассказ, который носит название «Понимать жизнь». Темным зимним январским утром я вез младшего сына в садик. Старший приболел тогда и отлюжился у бабушки, а жена, чем свет, уехала по работе в город. Так вот, вез я младшего в садик, вез на санках. Зима в тот год была ранняя, снегу навалило много, тропинку, по которой мы обычно ходили, то и дело переметало, и приходилось тащить санки через сугробы. В тот день я опаздывал, затянулся сборами на работу. Я злился. Мне казалось, что не я, а сын долго возится и никак не соберется. Он старался как мог, торопливо одевался, застегивал пуговицы, обуваясь судорожно, поправлял, не желавшись слушаться, носок. Время от времени, бросая на меня извиняющийся взгляд, лишь шарф позволил повязать мне. Едва мы вышли за ворота, как он вспомнил о забытой в пыхах коробочке, в которой у него хранились самые заветные его сокровища. Он с ней не расставался, ночью клал с собой в кровать, обязательно брал ее в садик. Мне пришлось вернуться за этой коробочкой. Получилось у меня и вернуться домой, и сунуть ему в руки эту забытую им вещицу с раздражением. В том, что мы опаздывали, виноват был только я. Но мне никак не удавалось справиться с этим раздражением. Сын же прижал свою коробочку к груди, и я, поюсь ее, так и не сумев успокоить, усмирить свое недовольство. На повороте санки перевернулись, и сын свалился в сугроб. Коробочка его, естественно, раскрылась, содержимое рассыпалось, и он, сбросив варежки голыми дрожащими своими ручонками, стал собирать то, что там рассыпалось. Только здесь, в этот момент, мое дурацкое и сволочное злорадство захлебнулось в молчаливом крике. Что же это я? Что же я делаю? Беззвучно обзывая себя самыми последними словами, я сел рядом с сыном и начал собирать вместе с ним его богатство. Перевернулись в уцанки, опорадовался я вслух, страшась увидеть на его лице неудобные мне отношения к этому эпизоду, боясь за себя и за наши с сыном отношения. Я был молод тогда, и мое внимание к собственной персоне было слишком велико. Но сын простил меня. Дети – великие психологи, великие люди. Они знают жизнь, вернее, понимают ее лучше любого из взрослых. Он улыбнулся мне открытой и доброй улыбкой, а я, сшибая ресницами слезы, гладил его замерзшие ручонки и бормотал что-то теперь уже не имеющее никакого значения. Благодарим Владимира Кочеткова за интересный рассказ. В ближайшем номере журнала «Симбирск» читайте рассказ Владимира Кочеткова о путешествии в Боливию. А совсем скоро выйдет в свет книга Владимира Кочеткова «Интересный мир». Эта книга адресована детям. И надеемся, что на страницах журнала «Симбирск» мы тоже представим главы из этого нового издания. Благодарим вас, дорогие друзья, за внимание. Всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok